Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. В эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. И напротив меня наш постоянный гость Гульнара Шахвалевна Касимова, главный врач клиники Возрождения. Добрый день, Гульнара. Добрый день. Напомню, что клиники находятся по адресу Комсомольская 63 в городе Кирове и контактный телефон 70 55 55. И еще одно отделение клиники на Преображенской 82 дробь 1. Контактный телефон 777 678. Мы сегодня еще раз концентрируемся на применении озонотерапии в медицине и косметологии. Тема очень популярная. Мы делали уже не одну программу на эту тему. И судя по большому отклику наших слушателей, мы решили еще развернуть и дать озонотерапию в нашем эфире. И вот сегодня в течение 30 минут будем говорить об этом способе, наверное, там, не знаю, традиционного лечения, да, теперь уже, потому что он признан во всем мире. Напомним еще раз, что множество исследований произведено. И в нашей стране тоже есть центры, которые занимаются изучением применения озона в медицине и в косметологии. В частности, мы с вами упоминали уже, Гульнар Шахвалевна, что в Нижнем Новгороде крупнейший центр находится. И вы постоянно консультируетесь с коллегами, и все новинки по озонотерапии и сами узнаете, и они тоже дают. И это очень важно, потому что тогда мы будем говорить о том, что озон уже занял прочное место в способах лечения различных заболеваний. Сегодня мы возьмем несколько аспектов его действия. И начнем мы с применения озона во время беременности. У нас, наверное, самое известное для всех пациентов, это как раз применение озонотерапии во время беременности, при патологии беременности. Почему? Потому что озонаторы стоят как раз в перинатальном центре. Там есть барокамеры и озонаторы. И вот вам, пожалуйста, единственный, кстати, стационар, где озонатор стоит официально, насколько я знаю. И, да, в общем-то, при помощи внутривенных капельниц озонокислородной смесью решается очень много проблем. И чаще всего назначается при гипотрофии плода, при отставании, развитии ребенка. Когда, допустим, есть аномалия сосудов плаценты, когда, например, один питающий сосуд, да, и тоже ребенок будет плохо расти. Озонотерапию очень хорошо применяют, если у женщины склонность к тромбохилии, да, то есть любовь к тромбам. И чем старше возраст, тем больше есть проблемы. Это тоже во время беременности? Да, во время беременности я прошла три курса озонотерапии, не применяя лекарственных препаратов, рожащих кровь, потому что я как-то, в общем, не очень сторонник медикаментозного лечения. Если есть возможность избежать, я, в общем-то, лучше озон покапаю. Вот. Мы проводили такие эксперименты, когда, допустим, беременная женщина приходила, и был очень плохой доплер, КТГ очень низкая, да, то есть однозначно сердцебиение плода страдает. Это проблема с сосудами кровоснабжения. Да, 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 у детей, у плода, ну, как считается. Вот. Только мы прокапываем капельницу и снова делаем доплер и КТГ. Вот идеально просто. То есть получается эффект на капельницу сразу же. То есть вот это к вопросу доказательной медицины. Ты вроде бы прокапал физраствор, там, по идее, это физраствор же капается, но его насыщает озонокислородной смесью, там определенные концентрации идут. Вот. Кстати, у беременных мы всегда, наоборот, понижаем концентрацию, а не увеличиваем. Да, да. Но на самом деле то, что там дети просто растут как на дрожжах при гипотрофии, это тоже доказанный фактор. При применении озона в случае гипотрофии. Конечно, да. А чем еще взрастить ребенка? По большому счету нечем. Да, по большому счету нечем взрастить ребенка у мамы. Вот. И тут только за счет вот этих моментов, то есть за счет улучшения кровообращения. И детишки хорошо набирают вес. Время беременности мы назначаем его, например, в первую половину при токсикозах, когда рвота идет фонтаном, да, и идет истощение самой женщины. Озонотерапия очень помогает в этом отношении интоксикацию снять. То есть дезинтоксикационность, да, это очень... Ну, насколько я знаю, так как перинатальный центр больше работает все-таки с определенной недель, да, то есть там, наверное, первые, это 12 недель, у нас все-таки в стационаре там северная шестерка кладут на удержание. А вот мы как бы это делаем как раз до 12 недель. А зон хорошо будет, если идет, и неоднократно уже идет, допустим, сегодня, кстати, с пациенткой на эту тему разговаривали. Ну, такая нехорошая вещь, как генитальный герпес, который дает обострение обычно во время беременности в первые 12 недель. И на первое место выходит в качестве причины внутриутробной гибели плода, да, замерзшей беременности. И вот мы всегда тоже пациентам говорим, что пролечив, например, курсом иммунотерапию определенную, и если женщина уже планирует беременность, то я им говорю сразу же приходить к нам, там, и на фоне разрешенной иммунотерапии уже до 12 недель мы назначаем озонотерапию, потому что в данном случае мы будем использовать здесь противовирусно, прямое противовирусное действие озона в данном случае у женщины. Вот мы сейчас с вами как раз, обсуждая, как применяется озон во время беременности, обозначили как минимум два направления действия озона на организм человека. Прежде всего, вы сказали, что нормализует тонус сосудов и циркуляции крови, да? За счет дезагрегации, то есть за счет того, что вот этот свободный радикал, то есть ведь когда мы озон вводим, озон моментально распадается на молекулу кислорода, да, кислород действует уже, и, кстати, насыщение тканей, да, сразу же венозная кровь такой становится алой, ну, то есть обогащается кислородом. Азон добирается туда, куда не добирался раньше кислород в эти плеточки. Да, ну нет, нет, он дополнительно будет. А второй момент, вот этот свободный радикал, про который все ругают и говорят, ну как же, как же, свободный радикал, он же все разрушает. Нет, на самом деле у озона вот этот свободный радикал, он взаимодействует с массой, массой там различных веществ, и самое главное, он заряжает эритроциты, и за счет того, что он заряжает таким образом эритроциты, они друг от друга отталкиваются, то есть меняют полярность их, и они отталкиваются, и вот та самая дезагрегация, то есть они перестают нам давать этот сладший синдром, монетные столбики, а они друг от друга, это чисто физика, отталкиваются и улучшают микрообращение, все, на фоне этого идет. С одной стороны, это мы сейчас говорим о том, как питательные вещества доставляются в итоге в крови, в разные клетки, да? Да, да, да. А с другой стороны, мы сейчас с вами говорили о противовоспалительном и противовирусном действии озона. Не только противовирусном. Оно на чем основано? Озон губительно, а в данном случае, я тогда еще в той передаче говорила, что, хотя это не думаю, что такое дорогое производство, но только в богатые страны или там Москва могут себе позволить, допустим, озонированную воду, да? То есть мы могли бы не хлорировать воду, а озонировать воду, и это было бы не вредно никому, и я думаю, что мы в разы бы были просто даже здоровее, если бы у нас озонированная вода была. И постоянно озонируют, да? То есть тоже, опять-таки, не хлорируют, а озонируют. И у наших бы детей не выедало бы слизистую, глаза бы не краснели, да, и сухой сжени не было бы. Вот. То есть у них именно направлено на то, что прямое губительное действие на бактерии, вирусы, грибки. В течение всей ли беременности можно применять озонотерапию? До, сейчас скажу, до, 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 но за месяц до предполагаемых родов, особенно если это будет, предполагается, планированное кесарево сечение, то прекращает по той простой причине, что разжижение-то крови там очень хорошее для того, чтобы все было хорошо. Чтобы не было кровотечения. Да, да, да. Вот настолько он хорошо влияет, озон, в этом отношении. Если мы с вами поговорим про противовоспалительные свойства озона, то невозможно не поговорить о лечении суставных болей и воспалений, радикулита, всё, что связано со связками и костями. Вот здесь как применяется озон? Вообще про эту тему мало кто знает, и мне очень жаль, потому что вот я считаю, что это, конечно, такое просто колондайка для нейропатологов, потому что если нейропатолог, например, обладает этими же моментами иглорефлексотерапии, потому что я всё равно считаю, что ну вот просто так капать и улучшать кровообращение, то есть неврологию очень сложно лечить, то есть часто я слышу, что назначаются препараты, но это не очень помогает, пока они задействуют такие вещи, как там мануальную терапию, остеопатию, иглорефлексотерапию. То есть это мы, мне кажется, с каждой может рассказать много историй про то, как родственникам помогали как раз эти методы лечения, и, естественно, про озонотерапию никто не знает в этом контексте. У меня достаточно давно, ещё вот ещё в начало мы применяли этот озон, интересно было, и что мы делали, причём это вот ведь всегда введение озона – это 5 минут. Вот радикулит, вот человек встать не может, ох, какая боль бывает, да, но если всё-таки его как-то привозят в клинику, потому что там надо, конечно, при радикулитах привезти человека, потому что на самом деле его только можно лёжа привезти. И мы вводим с двух сторон в поясничную область, например, определённую, опять-таки, концентрацию озона, и в данном случае уже это именно газом идёт. А чувство жжения он вызывает, но так как у человека настолько сильно боль, что ему вот эта иголка с чувством жжения, он даже не чувствует этого, но как интересно, вот ты сделаешь, да, сразу боль не снимется, но вечером тебе позвонят и скажут, слушайте, отпустила. А почему? Потому что у озона ещё одно интересное свойство есть, аспазмолитическое. Он снимает спазмы, и когда у нас человек лежит с гипертоническим кризом, высокое давление, и, кстати, один из моментов назначения озона – это тонус матки. Почему? Потому что спазмолитическое действие, спазм снимается с матки, да, и как бы прекращается тонус, а тонус – это ещё и как бы когда тонус матки, и ребёнок страдает, кровообращение нарушается при тонусе матки. Это мы возвращаемся к беременности. Да, но мы во время, и вот если вот, и точно так же гипертонический тонус сосудов же там, да, то есть мы прокапываем озон, и что мы видим? Мы измеряем давление, давление нормализуется. И ведь у радикулита часто не сама, например, грыжа, и там может даже не быть грыжа, а ведь радикулит может защемляться нерв за счёт спазма мышцы. Почему, кстати, мануальщики или остеопаты хорошо помогают, или если ты знаешь какое-то какое место поставить иголочку, ты можешь просто иглой поставить и убрать этот спазм, и человеку сразу становится легче. Вот озон – тот же самый спазмолитик. И ты его делаешь, у человека всё хорошо. Но опять-таки не надо забывать, что, конечно, не только сосуды. Нервы ведь тоже любят питание, да? Почему нет? Конечно, они любят питание, им тоже хочется, чтобы там больше кислорода было. Ну вот, то есть это улучшение трофики, да, неврологической. А вот интересная тема тоже, которую никто не делает, ну я, по крайней мере, не читала. Хотя раньше мы обкалывали эти суставы, да, ну, то есть очень много проблем с коленными суставами. Я не спорю, там и тазобедренные, то есть до них просто сложнее добраться, например, да. Коленные суставы, очень плечи лопаточные, периартриты очень сложные, тяжело лечатся очень. Вот. Ну вот коленные суставы – это вот прямо тоже много-много-много. Причём начнём с того, что это молодые могут быть пациенты, чаще всего, естественно, мужчины, которые занимаются спортом. Это спортивные травмы, это хоккей, футбол. И я это могу точно тоже сказать на личном опыте, потому что у самой брата играл в ночной лиге, вот он уехал в Санкт-Петербург, и там масса травм, так как он с шести лет занимается хоккеем, и там уже не раз оперированные колени, и что мы делаем, чтобы спасти эти колени ему, и чтобы он продолжал играть. Он, кстати, удивительно, но он ещё играет, вот, без менисков. Мы предлагаем такую вещь, как введение озона и плазмы, да, то есть есть понятие плазмотерапии, озон вместе, через одну иглу. То есть вначале плазму мы вводим, а потом озон. А в сам сустав коленный. Это вот банальнейшая штука, то есть легко-легко делается. Какие механизмы включаются при этом? Ну, у плазмы это отдельная тема для разговора, но вот плазма-то как раз нам нужна для регенерации, для омоложения, да, хрящей. То есть так гель никогда не даст. Гель, он просто, вот, введение геля, это же очень дорогое удовольствие, он уже специальный гель идёт. Это очень дорогое удовольствие. И у нас эти, вот в Кирове, я поняла, что у нас плазму травматологи слышали, но не делают. Вот удивительно. Ну, у них много работы у самих, наверное, им некогда этим заниматься. Я так понимаю, что ведь в определённый протокол ещё должно быть введено. Вот, а их нет. А их пока нет. Ну, вот брат недавно буквально оперировался, он спрашивал, он такой, да, ради бога. То есть да, травматологи знают. Где-то всё-таки это, но... Ой, Питер очень сильно. Питер, во-первых, потому что Зенит, во-вторых, ну, там очень спорт... То есть спортивные врачи используют для этого всё. Да, 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 да. Спортивные врачи это знают, и они используют. И плазму. Но озон нет. Вот озон я нигде не слышала. Но на самом деле озон, естественно, добавочный. Представляете, плазму ввели, а туда же догнали озон. Мало того, что он будет... Если, допустим, представим, что на фоне вирусов, бактерий, никто не отменял, хламидиозные артриты, артрозы, да, ведь он запустить может даже уреоплазму. У меня были такие пациенты. Даже уреоплазма может зависеть... Ну, что про хламидии-то сам Бог велел. Стриптококковая инфекция, да, может зависеть эти моменты. Здесь улучшение кровообращения, и за счёт улучшения проницаемости сосудов плазма лучше начинает работать. То есть здесь даже не сложение, а сочетанное воздействие, да, то есть на умножение надо плазму с озоном, она в разы лучше получается. И вот опять-таки золотая вещь, но в Кирове никто не делает. А озон, там, отдельный или совместный плазм с плазмой при суставных заболеваниях, умножится непосредственно в сустав? Конечно, в сустав, в сустав. Мы раньше только обкалывали, но вот так как... Вот я всегда занимаюсь, наверное, теми вещами, которые вот свои близкие, родные, друзья начинают страдать, запрос идёт, и ты начинаешь включать мозги и просто думать, а как можно помочь? Ты помогаешь. И, в принципе, обкат, она всегда бывает на своих. Но шикарная штука. Вот дарю эту тему, кто... Потому что всё не объять, но вот, пожалуйста, мы это делаем. Это хирург может сделать, но хирург на... Не будет хирург плазму с озоном делать в поликлинических условиях. В любом случае пациенту придётся обращаться вот в такие клиники, как мы. Ну, кто хотя бы делает это? А может ли хирург рекомендовать? Хирург имеет право. Он может рекомендовать или нет? У нас не имеют права. Не имеют права. То, что нет в протоколах, рекомендовать нельзя. Ну, насколько я знаю, вообще запрещено врачам что-либо говорить, чтобы никаких жалоб не было. У нас же медицина свели на жалобы, всё. Поэтому лучше уходят из медицины. Тут есть очень тонкие грани. Конечно, поэтому наши передачи, мне кажется, для того и нужны, чтобы мы могли обходить вот этот момент, что врачи могут быть и знают, и на конференции, и сейчас интернет есть, и читать можно это всё, если время есть. Но сказать-то они не имеют права. Ну, вот, например, если человек с суставной болью или с радикулитом приходит в вашу клинику, что он должен с собой иметь для того, чтобы врачи о клинике возрождения могли сориентироваться, могут ли они применять озонотерапию, как её применять и так далее? Единственное, амбулаторную карту, потому что в амбулаторной карте, естественно, или терапевт, или нейропатолог, или травматолог, любой врач, там, хирург даже, они же в амбулаторной карте отражают все диагнозы. Мы просто копировать можем вот этот момент, вклеиваем свою карту, и всё. И этого достаточно, естественно, бывает. И вот здесь нужно напомнить, Гульнара, что вот человек, который нас слышит, и он решил проконсультироваться, он может взять свою амбулаторную карту, прийти на Комсомольскую, 63, или на Преображенскую, 82, дробь 1, записавшись предварительно на общий приём. Правильно я понимаю? Там, да, это консультативный приём в плане, ну, например, в любом случае, человеку надо объяснять и рассказывать. Мы всегда стараемся, вот какие-то интересные такие эксклюзивные манипуляции, мы всё равно приглашаем человека, чтобы он, ну, всё расспросил, понял, как это, что это, то есть, ну, время. То есть мы... А потом уже просто ходит, 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 ходит. Ну, а вначале он должен всё понять. Всегда будут задавать вопрос, вот, положим, у меня есть там боль при радикулите, сколько процедур мне понадобится. Есть ли вообще при применении озона какие-то рамки и дозы, например? Мы делаем массаж, нам нужно не меньше 10 сеансов. Ну, озона как раз 10. У озона везде фигурирует 10 примерно, но другое дело, плазму, например, от 3 до 5. А питерская школа 5. Если про коленные суставы, про все эти травмы, дефортрозы, 5. И я так думаю, что просто добирать озоном. То есть мы 5 плазма с озоном плюс 5 просто озона. Ну, в принципе, в среднем озон курсами можно, да, но обычно 10, и вот кто-то через день, кто-то 2 раза в неделю. Тут зависит от того, куда ты водишь и как. Потому что если ты озонокислородную смесь водишь, а, например, при там, ну, в трихологии, там, в жировую ткань, при трофических язвах 4 дня он держится там. 4 дня. То есть в любом случае нужно ориентировать людей, что средний курс озонотерапии составляет 10 сеансов примерно. Срок может быть разный в зависимости от того, да, способа ведения, способа ведения и остроты реакции рассчитывать. И этот способ вы обсуждаете с врачом, он нам рассказывает, почему и как водится. Вы упомянули очень интересную историю. Вот это точно мы никогда с вами не брали в наших программах, потому что к трихологии можно вернуться. Мы с неё когда-то начинали, озон в трихологии. Но вот что касается свойств озона, который применяется при лечении ожирения, вот это мы с вами точно никогда не брали. Как работает озон, как он воздействует на, я так понимаю, подкожный всё-таки жир, да, при ожирении, или внутренний тоже? Нет, конечно, подкожный. Подкожный, подкожный жировая клетчатка. Как применяется озон при борьбе с ожирением? Вот знаете, там на самом деле, там тоже вводится озонокислородная смесь, для этого нужен, ну, по крайней мере, точно не лепсинский аппарат, они не запрограммированы на это, только нижегородский. Есть такая низкопоточная подача озонокислородной смеси, потому что вот эта низкопоточность, она даёт возможность выдержать. На самом деле, озоновая липосакция самая болезненная процедура из всех, да, почему? Потому что концентрация озона очень высокая, сжение, вот именно сжение, очень высокое. Но что даёт вот эта озонокислородная смесь, когда она поступает в жировую ткань? Вот эта жировая ткань, она обычно в таких капсулках, в пакетиках, да, и когда пациенты к нам приходят, у них такой плотный жир, именно плотный, а озон, вот тот самый радикал, который один остаётся, и на который больше всего там сомнений у врачей, что ну как же, как же, мы же учили, что это плохо всё. Так вот этот свободный радикал, он как раз вступает в связи с мембраной жировых клеток, и там по типу перекисления липидов, то есть сложная биохимическая реакция, когда вот этот тугоплавкий жир становится легкоплавким жиром. Он текучим, и организм выводит его. Его легче вывести, потом не забывайте, мы же что делаем, мы улучшаем кровообращение, а в жировой ткани, как правило, плохое кровообращение. Так вот мы будем улучшать кровообращение за счёт введения озона, и, естественно, там всегда озоновые липосакции только с массажем, однозначно. Но вот такое слово, знаете, русское, клякслый жир, он клякслый, он такой, он растекается. Вот он как, то есть если животный чар такой тугой, 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 а потом он растекается, этот жир, вот он легкоплавкий. А его намного легче вывести, намного легче вывести. И здесь сколько сеансов требуется? Вот здесь много, от 20 до 30, но там раз в неделю, раз в неделю. То есть надо рассчитывать на длительный срок лечения. А ещё очень хорошо не только животы. Вот есть такая штука очень интересная, когда у худеньких девочек, причём можно даже в 20 лет, худенькая, господи, ничего там нет. А у неё целлюлит, есть такая штука целлюлит. И это не ожирение, не надо путать целлюлит с ожирением. Это когда идёт, ну так, скажем, генетическое нарушение кровообращения. И у этих девочек будут вот прямо вот целлюлитные ножки. Худенькие, но целлюлитные. А может толстенькая женщина лежать рядышком. И гладенькая. Вот вам кровообращение, да? Так вот таким девочкам, вот как раз озонотерапия, это очень показано. А вот в области бёдер, обычно попочка и бёдра бывают при целлюлитах, потому что как раз нарушение кровообращения уйдёт. И ещё момент очень интересный, когда сосуды очень близко, и очень много телеангиоктазии на бёдрах. Что это? Там сосудистые звёздочки, такие сиреневато-голубоватые, вот эти прям пауки такие некрасивые, да? А там нельзя массаж делать. То есть есть понятие антицеллюлитного массажа. Вот здесь можно попробовать только озоновой липосакции, попробовать привести в норму. Потому что там ни вакуум нельзя, только ещё сильнее сосуды будут, ни грубых массажных движений, ничего нельзя. Вот у них только выбор этот остаётся. Вот можно предложить этот момент. И у нас ещё есть 5 минут до завершения программы. И хотелось бы обратиться к комплексному лечению грибка ногтей и применению озонотерапии при этом лечении. Мы с вами про лазер как-то говорили, который применяет лечение. Ну вот мы сейчас этот лазер, да, эту методику мы привезли из Москвы, но мы её уже успели модифицировать. Так, рассказывайте. Мы не можем без этого. Но смысл в том, что, начиная заниматься грибком, там у лазера прямое получается физический фактор уничтожения грибка, потому что 100 джоулей на квадратный сантиметр – это очень высокая энергия, которой достаточно убить грибок. Но с чем мы столкнулись? С тем, что идёт дистрофические изменения, особенно у возрастных людей. У собственных тканей, да? Да, и ноготок не растёт. Вот убить-то мы убили грибок, а ноготь-то не растёт. Даже мы в ванночке делаем там всё, не растёт грибок. Ноготь. Ноготь, извиняюсь. И ещё вот посмотрели у молодых тоже вот вообще такой опыт. Сейчас грандиозный мы по этим грибкам имеем, потому что на самом деле вот вообще можно уже тоже потом на доклад, потому что очень много идёт пациентов разных, но уже группами можно формировать этих пациентов. Молодёжь, у которых варикозные расширенные вены, то есть вообще нарушение кровообращения, у них тоже медленнее растёт. Ну, понятно из-за чего, да? Например, вес. Вес нас губит тоже при грибках, потому что вес тоже такое давление идёт и нарушается кровообращение. И вот таким пациентам мы стали просто вводить в зону роста, значит, ноготочка. В основании ногтей. Да-да-да, озончик, маленькая инсулиновая игла. Конечно, неприятная ситуация, но тут из двух зол выбираешь меньше. И мы просто стимулируем, получается, озон добавляет кровообращение очень хорошее, да, но не забываем, что у озона ещё и фунгицидное действие. То есть фунгицидное – это противогрибковое действие. Он сам по себе противогрибковое действие. Да-да-да, то есть он добавляет нам этот противогрибковый эффект. И это даже патент есть на изобретение, то есть люди-то уже это всё знают. Вот у нас почему-то в официальной медицине это ничего не развивается никогда. Вот. И вот вам сочетаны моменты, когда мы ведём лазер плюс озон. То есть вот такая штука хорошая. А начинали, мы заметили рост ногтевой пластины с лечения трофической язвы, когда мы увидели, что мы не только трофическую язву вылечили у пациента, причём вот тоже мало хирурги знают, судистые хирурги, что вовремя начатое лечение внутривенной озонотерапии и локальное ведение озона спасают человека от ампутации конечностей при трофических язвах. И этот опыт у нас есть, и он очень хороший. И очень бы хотелось, конечно, чтобы люди знали об этом, что можно. Они ведь не могут вылечить эти трофические язвы, к сожалению, никак. Обычными-то методами. Ну и на этом же свойстве озона, многих свойств, о которых мы сегодня говорили, основано также и восстановление, лечение выпадения волос, да, и восстановление... За счёт улучшения, в данном случае, только за счёт улучшения кровообращения, естественно. То есть собственная луковица, которая замирает, которая перестаёт производить волос, снова начинает питаться и снова начинает продуцировать волос. И это всегда мы так же точно с плазмой добавляем. Тут вообще всё, кстати, всё гениальное просто, я всегда это говорю, всё гениальное просто. Поэтому тоже, опять-таки, никто не мешает всем нашим косметологам плазмусозоном делать. Никакой химии, только натуральный продукт, что называется. Да, потому что в любом случае, уж я всё-таки считаю, надо качественные, хорошие витамины. Благо у нас спортивного питания много в магазинах этих всех. где можно достаточно хорошие, качественные витамины купить. Вот всё. Витамины, плазма и озон. Да. И это вам, ну, при условии, что мы исключаем по щитовидной проблемам, по всем... И вот здесь мы должны оставшиеся полминуты посвятить тому всё-таки по назначению, какого врача применяется вся эта терапия, кто может заниматься озонотерапией, нужна ли доктору лицензия на озонотерапию. Нет, лицензию на озонотерапию, естественно, это же дополнительный метод лечения. Это точно так же, как вы меня спросите, а нужен ли остеопат или глорифлексотерапия при радикулитах и невритах. Кто выбирает этот момент? Я вам точно скажу, невропатолог вам не скажет, идите к остеопату. Не помню, чтобы такое говорил кто-то. То есть, ну вот по беременности, конечно, акушер-гинеколог, ну вот в данном случае в нашем городе об этом знают и посылают акушер-гинекологи, а делают-то процедуры медсестра. Это же обычная процедура, стандартная, процедура медсестры. Как обычно. Но есть моменты, гинекологию, например, склерозирующий лихин, гинеколог будет вводить, грибок ногтей, ну это дерматолог будет вводить. То есть он в контексте будет своего комплексного лечения вводить еще и это. Дерматолог, косметолог, трихологию будет делать, правильно? А зоновую липосакцию, кстати, может и медсестринская, вообще-то по работе с телом идет. Но, как обычно, сначала вы обращаетесь в клинику, получаете консультацию врача, профильного врача, а врач уже смогут... Не обязательно. Ну, профильного, если, как сказать, не путайте так пациентов профильного, потому что профильный как раз ничего не скажет. Вот в чем проблема-то вся. А я считаю, что тут в данном случае обращаться к врачу, но консультацию, например, ведь могу и я дать, и, например, тот у нас за зоном. Но не медсестра же дает консультацию. Ну, не медсестра, да. Я в этом смысле имею, потому что все равно врач. Да, врач, а потом уже по назначению врача все... А процедуру может осуществлять... Противопоказания учитываются же все. Да, и вот тогда и назначаются врач. Озонотерапия и плазмотерапия доступна в клинике Возрождения, которая находится по адресу улицы Комсомольская, 63, телефон 705555, и Преображенская, 82-1, телефон 37678. Мы дальше будем рассказывать про эти и другие способы лечения различных заболеваний и благодарим гостю нашей программы, главного врача клиники Возрождения, Гульнару Касимову. Гульнара, доброго дня. Доброго дня. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.